Девушки отдыхают 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 Это, наверное, основное все-таки. Не то, что они совершают, а то, что самое главное, это безопасность их в ночное время, она должна находиться под контролем взрослых. Правильно? Правильно. Как, например, на территории Воскресенского района, вокруг этого закона, какая вокруг него течет жизнь? Как вообще смотрят и подростки района, и взрослые, и руководство района на ту проблематику, которую мы сейчас пытаемся с вами обсуждать? Проблема важнейшая, это вызов жизни именно. И сказать, что принят был этот закон и общественностью, и родителями, что важно, ребятишками с вами так вот на ура, это значит сказать неправду. Поскольку и до сих пор, вот комендантский час, на самом деле, говорят, вот что уж вы так уж вот к ребятишкам-то, 16 лет они с рыбалки, помните, приводили пример, когда вы были у нас? Возвращаются с рыбалки, а там вечером клев хороший был, да, удочка на плече, а вы говорите, ребят, пора домой, мы сейчас к мамке вас доставим и так далее. Это как бы вот шутка, но тем не менее по жизни бывают и до сих пор ситуации, значит, непонимания. Его надо исполнять, в общем-то, закон. Мы говорим о его исполнении, хотя до сих пор о продаже, вот сейчас был сюжет небольшой, о продаже виноводочных изделий. То не выполняется, и уж кто со мной согласится, кто нет, не выполняется этот закон. Поэтому, коротко, значит, прошлый год на это время 10 преступлений среди несовершеннолетних, этот год 3. Обращать внимание, мое мнение, на то, вот на критиков, некоторые специально вот выискивают такие ситуации, а вот он идет с кем-то. Откуда я знаю, папа это или, может быть, мужчина, который вот ведет молодую там девушку до 16 лет и так далее. На мой взгляд, закон есть, закон надо исполнять. И чем больше мы привлечем общественности, чем больше будет здесь депутатов, глава местного управления, вот пару раз ходил тоже в этот ночной ряд, вообще интересно, надо побывать и в ночных вот этих вот наших сельских клубах, в ДК и так далее. Закон есть, закон надо исполнять и совершенствовать его исполнение, имея в виду большое привлечение общественности. Хорошее, кстати, впечатление было, когда мы вот возвращались из ряда сельских районов, но тут есть один очень интересный нюанс. Все-таки сельский район, он очень здорово отличается от Нижнего Новгорода, от города, от крупных городов, таких как Стово, Дзержинск. Например, на селе, когда мы обсуждали эту тему, нам говорили так, ребята, какие общественные места? Мы знаем в нашей деревне, в нашем поселке каждую общественную веранду, каждый общественный уголок, каждую общественную остановку, где у нас дети собираются. Плюс до того, мы практически поименно знаем, кто в какой группе и кто в это время там в том или ином месте присутствует. Но для крупных мегаполисов, вот как я говорил, для городов, конечно, эта ситуация не свойственная. В городе все гораздо сложнее, хотя речка все-таки не общественное место, не бар, не дискотека, поэтому там пребывать с удочкой можно и нужно. В Нижнем Новгороде, несмотря на действия закона, дети, подростки, они как продолжали пребывать на улицах, распивать спиртные напитки, кто-то идет в ночные клубы, некоторые даже пользуются психоактивными, психотропными какими-то веществами, собственно, уходят в некий тремор, что называется, на молодежном сленге, а под утро возвращаются домой и не всегда в адекватном, естественно, состоянии. Я предлагаю посмотреть сейчас опрос, который мы провели на улицах, собственно, по поводу этой проблематики, а потом продолжить наше обсуждение. Сами мы редко выходим после 10 вечера, но, наверное, что-то все равно изменилось. Честно говоря, сам не заметил, но я думаю, что да, в лучшую сторону какие-то перемены произошли. Все равно поменьше сейчас и со стороны общеобразовательных учреждений как-то это все ставится на контроль, и со стороны правоохранительных органов, безусловно. Все в лучшую сторону изменилось с принятием данного внимательного правоохранения. Чем больше запрещают, тем больше хочется, во-первых, а во-вторых, конечно же, это никак не повлияло. По-моему, это все так же абсолютно. Абсолютно все так же. И по ночам так же гуляют. Мне кажется, это не такая действенная мера. Не такая, да. Ну, как бы она обязательно нужна, но нужно лучше контролировать. Да и ничего не повлияло. Как гулять, так гуляли. Как блюд, так и пили. Закон Нижегородской области принят не просто так был. Не потому, что именно нижегородцы этого захотели. И ситуация изменилась, 100% изменилась. Даже если мы говорим о количестве преступлений, совершенных от 0 до 8 часов, когда как раз распространяется действие закона. Если было 214 преступлений, то сейчас 135. Даже если на 2 стало меньше, это уже хорошо. Правильно? В федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка ввели новую статью 14.1, которая называется «Меры по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей». И уже в федеральном законе сказано о том, что государственные власти, органы местного самоуправления должны в соответствии со своей компетенцией создать детям вот эти условия. Родители обязаны это сделать, то же самое. И поэтому в этом же федеральном законе уже сказано, что субъект имеет право ограничить время пребывания, определить места. То есть все расписано в федеральном законе. Поэтому родился и закон Нижегородской области. То, что его не все соблюдают, не все законопослушные, ну это, к сожалению, так. И то, что не все законопослушные, наверное, плохо. Почему? Потому что дети у нас в первую очередь становятся жертвами преступлений из-за того, что мамы, папы, и они сами незаконопослушные. У нас только в октябре месяце 16-летняя девочка в ночное время в нетрезвом виде гуляла по улице, сбила машины с травмами. Другая девочка, тоже 16 лет, возвращалась в 2 часа 40 минут ночи. Откуда возвращалась домой по улице попытка изнасилования? Вот мама была бы на месте и ребенок бы сидел дома, ничего бы не произошло. Поэтому, что бы ни говорили подростки, я считаю, что закон направлен на защиту этих детей, на защиту. К сожалению, полицейских стало очень мало, да, и сократилось число полицейских в связи с реформированием. Именно инспекторов ПДН было 370, осталось 205. Конечно, их не хватит. Практически во всех районах, где мы были, мы слышали об этом. Их не хватит. И, естественно, а кто составить может протокол на несовершеннолетнего, если он совершил правонарушение, или на того же родителя? Только инспектор ПДН. Больше никто не сможет. Поэтому дай-то Бог, чтобы у нас вернулись школьные инспектора, которые бы занимались этой проблемой. Вернулись инспектора ПДН. Но чтобы они вернулись, что нужно для этого сделать, может быть, на законодательном уровне, Галина Юрьевна? Я бы хотела сказать вообще сейчас о другом. Смотрите, вот мы, вот кого мне здесь не хватает в этой студии, но давайте договоримся, что, наверное, нас смотрят родители вот сейчас. Мы не говорим, где они находятся. Я всегда родителей спрашиваю, завтра учеба вообще? Во сколько ребенок должен спать лечь? Если он дома должен быть в 10, он там для того, чтобы зубы почистить, знаете, еще полчаса. Он пол 11, если только в 10 будет дома. Это лучший вариант. А школа у нас начинает работать, не станем забывать, и бывает и в 7.38 двухсменки. То есть вот еще до всех вот этих вот историй, если мы договоримся о том, что родители, этого, конечно, нет в законе. Закон как бы зашел с другой стороны. Но я хочу, чтобы сейчас вот кто-то заволновался там у плиты, знаете, оторвался. Потому что я говорю, я вот из своего опыта, когда ребенка на улице вижу одного, говорю, набери сейчас родителям трубку, говорю, вы знаете, где сейчас ваш ребенок? Она говорит, я беспокоюсь, даже телевизор включил, чтобы отвлечься. Понимаете? Отвлечься! Понимаете, чтобы не беспокоиться. Я хочу сказать, вы понимаете, вот если мы, ну, не отвлекаться будем на телевизор, сейчас сосредоточимся и поймем, что, во-первых, безусловно, режим дня для ребенка никто не отменял. Кто об этом скажет? Учительница в школе обязательно должна сказать. Каждое утро мы видим детей, которые не выспались. Сколько учителей на первом уроке этот вопрос задают себе или классным руководителям, чтобы они позвонили родителям и сказали, во сколько ребенок лег спать? Во сколько он лег спать? Потому что он не может учиться. Какие показатели? Относительно безопасности. Эмоциональная безопасность едва ли не более даже важная вещь, чем уже, собственно, физиологическая, потому что эти какие-то вещи ночного и ужаса ночного города могут на ребенка произвести очень такое тяжелое впечатление относительно того, что закон этот и неизвестен многим родителям. Вот это ужасно, это правда. Я все-таки говорю о том, что да, и школьные инспекторы, безусловно, должны вернуться, но должны вернуться неравнодушные педагоги, в первую очередь в школу. И мы должны все-таки перестать говорить все время о качестве образования как о показателях цифровых. Все-таки вот это спокойствие ребенка, его детство, оно родителями защищается с точки зрения строгости соблюдения режима дня. Строгости. И в этом смысле это долг каждого родителя. Я очень рада, я приветствовала появление этого закона, еще не будучи депутатом, говоря о том, что родитель наконец-то должен понять, что никто его от этой обязанности воспитывать детей не освобождал. Как священнослужители даже говорят, ребенка надо воспитывать в любви и в строгости. Конечно, конечно. Потому что, а как он вырастет, если он не знает границ? Более того, отсутствие границ для ребенка, эта ситуация вообще-то психологически некомфортная. Галина Юрьевна, скажите честно, вот в вашей жизни встречались люди, ну уже люди, может быть, статусные, которые, скажем так, в подростковом возрасте вели такой, знаете, асоциальный образ жизни, а в итоге включали мозги и становились на путь истинный и правильный. Асоциальный образ жизни, наверное, таких нет. Ну асоциально относительно. Шпанястые. Шпанястые, да. А потом становились очень признанными людьми. Вы знаете, этот опыт есть, но, знаете, еще раз повторю, вот это точно так же, как есть сказки для детей каждого возраста. Я говорю часто, особенно когда необходимо с отцами прояснять некоторые вещи в отношении сыновей подрастающих. Да, я говорю, конечно, можно там похвалиться о том, что когда ты выпивал три банки пива, ты себя ввел совершенно нормально, да. Но надо понимать вообще, что отношения родителей-ребенок имеют определенные границы, понимаете. И не надо думать, как он уже большой. Не все можно обсуждать с СМИ, понимаете, не все. И есть вещи, которые требуют от тебя принятия этой ролевой функции родителя. Пожалуйста, иди хвались друзьям, какой ты был крутой. Ну, будь добрый. Я не говорю, что надо врать родителям. Я говорю, что ты вообще всегда ходил ровно, вообще по линейке. И восемь часов ты уже сидел с книгами и плакал над романом, понимаете, Островского, как закалял и сталь. Возможно, этого и не надо делать, потому что вранье тоже не воспитывает. Но сказать о том, что, знаешь, вот так иногда, а хорошо, если бы меня когда-то бы остановили. Может быть, я бы меньше ошибок сделала. Большое количество родителей, которые заняты тем, что зарабатывают деньги. И из раза в раз мы в программе, собственно, об этом говорим. И им плевать, по большому счету, на детей. Они смотрят на своего ребенка. Он вроде одет, обут, сыт, более-менее здоров. И вроде как на этом его функция родительская заканчивается. На самом деле, вот я хочу заметить, что родительская функция не заканчивается никогда. Это пожизненная работа, это пожизненная ответственность. И наш закон, о котором мы говорим, вообще о родительской ответственности говорит особо. Уж если вообще говорить о законе, он, наверное, адресован не детям, а в основном родителям. Родителям подчеркивается ответственность родителей. Адресована тем людям, которые обязаны организовать вот все, что мы должны для детей. Вот Вера Александровна вспомнила закон федеральный. Я хочу сказать, что еще есть конвенция о правах ребенка. У нас дети, мы неправильно, видимо, права преподаем детям. Они считают, что дети, дети, ребята, наделены какими-то особыми правами, не те, которые есть у взрослых людей. Что у них там куча и масса привилегий всяких разных. На самом деле это не так. Это все проистекает из-за неправильного преподавания прав. И сейчас я от детей тоже слышу, когда бываю в школах и обсуждаем закон. Они говорят, это нарушение наших прав и свобод, куда хотим, туда ходим. Как это так? У меня есть паспорт, говорит 16-летний подросток. Я хочу где угодно быть. На самом деле нет. У нас дети от 0 до 18 лет. И ответственность за этот период времени несут не дети, а их родители. Поэтому закон это для родителей. И их ответственность здесь постоянно подчеркивается в законе. Я хочу еще подчеркнуть один момент. Уменьшилось количество преступлений в отношении несовершеннолетних. То есть не сами, которые дети совершают, а еще в отношении несовершеннолетних. Вот с аналогичным периодом прошлого года, это на ноябре 2012 года, на 20% почти. Это тоже очень хороший показатель. И последнее, о чем я хочу сказать. Слишком маленький прошел срок. Мы говорим, уже два года, уже два года. Это мало. Вот должно вырасти целое поколение и должны к этому привыкнуть. Мозги должны перестроиться. Родители, которые скоро, ой, то есть дети, которые скоро станут родителями. Там уже будет другое отношение. Вспомнилась сейчас сразу моя мама, которая как-то мне сказала, когда я был еще подростком, таким шаловливым, честно говоря. Она мне сказала, ты знаешь, ты все поймешь только тогда, когда сам станешь отцом. Справедливо. Поэтому мне очень понравилось ваше высказывание, то, что родительская опека – это навсегда. Действительно, сколько бы ребенку не было время, какой бы возраст не было мамы, она все равно ему звонит, переживает. Да, конечно. Значит, покушал ли, да почему так поздно еще не дома, да почему не отдыхаешь. И этому ребенку может быть и 16, и 20, и 40, и даже 50, и все равно мама, дай бог ей здоровья, будет звонить и спрашивает. Есть такой юридический термин – бывший член семьи. Так он к детям, он никогда не относится, не имеет отношения. Ребенок никогда бывшим членом семьи не бывает и не будет. То есть он всегда член семьи, всегда твой ребенок. Давайте поплодим. Вот все у нас так замечательно и радужно. Николай, вы наверняка в своем экономике в правом колледже. Есть у вас студенты, подростки, которые, ну, вот говорим о родительской заботе, говорим о воспитательной функции со стороны учителей, но ведь и учителя не всегда хорошие попадаются. Это с одной стороны. А с другой стороны, говорю, немало родителей, которые о той самой функции на всю жизнь тоже забывают. Вы, как заметили, вот прошло два года с момента принятия закона, ситуация кардинальным образом или чуть-чуть изменилась, действительно. Студенты приходят уже выспавшимися, настроенными на учебу. Как? Ну, во-первых, я тоже хочу присоединиться к предыдущим высказывателям. Нет равнодушных людей и безопасность детей или несовершеннолетних – это общенародная задача не только правоохранительных органов, но и нас. А насчет того, что изменилось, да вы знаете, я думаю, то, что в их возрасте, сколько ни поспи, всегда мало. Это раз. А так, ну, у нас очень, вот если по экономико-правовому колледжу, у нас есть общежитие, где четко есть время прибытия. Ну, практически, в любом случае, комендантский надзор, потому что у нас комендант есть, комендантский надзор, и если раньше, здесь, наверное, не с законом связано, я недавно директором стал, если раньше ребята чуть задерживались, то сейчас очень строго. Это работа именно преподавателей и воспитателей. И я вот хотел бы использовать случаем, как раз сказать и родителям, и преподавателям, максимально больше рассказывать о том, что надо. Ведь не просто так принят закон, да, то, что совершеннолетие начинается с 18 лет, потому что головки светлые, с детства умницы и так далее, но отчет своим действиям они не могут дать пока малыши. И вот оставлять их без надзора в это время, оно, ну, как бы сказать, преступно. Будем честны, не будем лукавить. Мы тоже были детьми, тоже было ограничение, но мы сидели возле подъезда с гитарой, девчонки пели что-то там, какие-то у нас интересы. Хорошие песни. Так точно, хорошие. Патриотические, кстати, тогда вот как раз это произошло, и помните это, на русско-китайской границе. Эти песни мы переживали. Подходил представитель органов, так, ребята, быстро по домам, а мы все здесь в соседних подъездах. Мы расходились и так далее. Сегодня такой дружности нет, и я думаю, что обязательно родители должны подумать, заботиться, переживать. Знаете, вот еще часто говорит, каждый взрослый должен взять за руку и отвезти. Но здесь двояко. Первый, один подойдет хороший, отведет к родителям, а другой отведет туда, куда не надо. Вот это вот здесь учить детей, что каждый дядя подошедший, он твой друг, это неправильно. Но если к вам подойдет Николай Лешков, я знаю, что он ни одного человека, ни одного подростка вытащил, что называется, из подвала. Сделал из них спортсменов, причем именитых. Да, хорошие. Если к вам подойдет Николай Лешков, можно смело идти за руку. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, в отношении, опять же, детей, число этих преступлений сократилось. Но я о чем хочу сказать? Может быть, есть смысл все-таки этот закон доработать? Может быть, он работает не в полную силу? Ведь вспомнить 10 или 15 или 20 лет назад, если кто не согласен, поправьте меня, пожалуйста, тогда детская преступность была ниже, гораздо ниже. И, собственно, темпы нашей жизни, они влияют на новые цифры. Все-таки к вам попадают еще и дети из неблагополучных семей, которых, по сути, контролировать, гуляют они ночью или не гуляют ночью, некому. Ну, инспекторов у нас стало мало, некоторые должности сократили, рейды тоже уменьшились, число этих рейдов. Как вы работаете с такими детьми? Какие-то меры профилактики в отношении этих детей ведутся? Ну, собственно, и удается ли спасти жизнь, что называется? Ведь ребенок, который попал к вам в руки и вовремя услышавший, наверное, правильное, доброе слово, наверное, все-таки встает на другой путь, исправляет, что называется, включает мозги и уже начинает думать о будущем. Не о том, как погулять, потусить и эту жизнь свою превратить в нечто иное, а о том, что впереди светлое будущее, что есть такое понятие, как семья, и, может быть, он создаст в будущем эту самую семью. Вот когда сюжет был сейчас, проходили, вот дети как болтались, так и болтаются. Ну, что грех оттаить? Болтаются. Только болтаются те, кому уже есть 16-17. Они не попадают под действие уже вот этой нормы 16-летия. И то, о чем вы говорите, что, может быть, нужно уже внести какие-то изменения, скорректировать закон, сейчас уже на полном серьезе рассматривается корректировка этой статьи для того, чтобы вот этот порог, нахождение в ночное время в общественном месте, необходимо его менять, рассматривать. Может, тоже, я думаю, поспорим еще не раз на эту тему, где для сельской местности, может быть, надо, для города, может, не надо. Мы же взяли и разделили на дневное, ночное и сельское городское время. То есть, я думаю, здесь и депутатам, и всем, кто принимает участие в реализации этого закона, еще предстоит пообсуждать. То есть, уже есть тема для доработки. А второй момент, вот по поводу статистических данных. Есть вот это, не очень мне нравится вот эта вот статистика, когда сравнивают два года. Сегодня выросли, завтра, вот как накачали. Все относительно, так достаточно. Все относительно, поэтому нужно смотреть в динамике. Я абсолютно согласен, Светлана Васильевна, по-моему, говорила, что, ну, может быть, даже рановато сейчас обсуждать о результатах этого закона, потому что он долгосрочный, он даст какие-то реальные ощутимые плоды, не через год, не через два, может быть, гораздо позже. Знаете, наверное, будет вот история, ну, такой, может быть, аналогии проведу. Помните стоянку у Кремлевской стены на Минина? Всю жизнь стояли. Пять лет назад закрыли, что ли? И вот прошло пять лет, и сейчас уже ни у одного водителя даже мысль не возникает туда заехать. Бывают случаи. Ну, только на свадьбу. Я даже знаю таких людей. Ну, только на свадьбу. Потом плачут, ищут машины, которые возят эвакуаторами. Все по-новому ездят. Да, действительно, вот когда в сознание это осядет, это уже станет до автоматизма, и тогда уже у родителей не будет возникать вопрос, и отдыхать у телевизора, расслабляться, потому что он переживает, где ребенок. Это будет, станет нормой, что, извините, но после десяти он у тебя должен быть дома. Неким таким сдерживающим фактором, наверное, может являться для некоторых родителей тот момент, что ведь за несоблюдение закона предусмотрены штрафные санкции. А вот какие они штрафные санкции? Сколько... Третье, что я хотел еще договорить. Действительно, наказание подвергается родитель, законный представитель. Штрафные санкции там таковы. От предупреждения и от 100 до 500 рублей. Если это первый раз все происходит. Если повторно, тогда уже от 500 до 5000. Я сейчас про должностных лист не говорю, говорю про родителей. Вы не считаете, что вот этот закон нарушает права подростков, детей? И, собственно, чем должна заниматься молодежь, чтобы не шляться? Безусловно, никакие права этот закон не нарушает. И это, как уже много раз здесь говорили, один из системообразующих законов всего общества в принципе. Потому что, уже сказали, затрагивает в первую очередь родителей, затрагивает школу. Мы готовы сейчас и должны также активно включиться в процесс поддержания, развития, реализации этого закона. Потому что мы можем объяснить своим 18-16-летним братьям, сестрам, друзьям, окружению, студентам, однокурсникам, одногруппникам, для чего нужен этот закон, почему нужно его соблюдать, как нужно его понимать, как нужно его, может быть, объяснять своим родителям в том числе. Потому что, опять-таки, затрагивали ситуацию, когда в неблагополучных семьях бывают очень талантливые дети, которые, ну, как это ни парадоксально, наверное, судьба им дает такой шанс вырваться из неблагоприятной среды. И они могут изменить многое, в том числе для своих родителей. Вот, конечно, комплексная реализация закона – это сложный процесс. Но мы стараемся тоже внести свой вклад. И главное, действительно, в этой ситуации не оставаться равнодушными. Когда человек неравнодушен, когда это понимание, оно есть в голове, оно есть, ну, как это не грубо, наверное, звучит, в душе, и ты готов это распространить на окружающих, вот это, наверное, один из залогов успеха. Золотые слова. Золотые слова. Потому что, все-таки, для каждой семьи, понятно, авторитет отца он должен быть, и прежде всего для сыновей, но для дочерей, да, ну, и, в общем-то, и для сыновей в том числе, есть такое понятие, как мама. Мама должна воспитывать детей, да, принято считать у нас в обществе, что отец, он зарабатывает деньги, а мать, мать – это хранительница домашнего очага, и в том числе она воспитывает своих детей. Так вот, для меня этот закон, как я уже повторюсь, да, он действовал давно, потому что, когда мои другие сверстники, например, шли на улицу, позже 9-10 часов гулять, и звали меня, там, давай, пойдем с нами, там, вот мы, там, например, в клуб компьютерный, или еще куда-то, да, или вот из разряда, там, купили где-то там, ну, извиняюсь, да, цензура водочки и так далее. Для меня это все было закрыто, потому что моя мама четко изначально поставила границы. 9 часов – нет, извини, ты сидишь дома, у тебя завтра занятия в школе 8 часов, ты, вот, готовься, занимайся, делай уроки и так далее. И вы знаете, я когда-то тогда, может быть, не понимала свою маму, как уже было сказано, да, мы поймем своих родителей только тогда, когда сами уже приблизимся к вот этому, к вот этой роли родителей, да. А сейчас я безумно ей благодарна, потому что, ну, полагаю, что я все-таки выросла достойным членом общества. В плохую компанию не попали. Да, не попала в плохую компанию. Вот сейчас упомянуто было, что, значит, родители одну ответственность несут, общество другое. Мы живем в обществе, у нас должен быть, типа, общественного какого-то договора, допустим, родители должны делать это, общество помогает делать это. То есть я хотел бы просто сказать, вот у меня двор, огромнейший двор на Усилово, то есть большой двор, там детская площадка шикарная, стягивает туда, притягивает она детей со всего. В полночь у нас на площадке под моим окном распиваются спиртные напитки, звучит музыка, что там делает молодежь, я понятия не имею. Никто никогда не подъезжает, не забирает, не ликвидирует это. Утром выходят дети, вот там у меня трехлетний, ну, сейчас четырехлетний там сын, то есть выходит, вот там куча окурков, куча бутылок. Это вот тот деготь в отношении этого закона. Когда я был маленьким, в девять часов я уже спал. Восемь часов раньше не случайно были спокойные ночи малыши. Пока я смотрел спокойные ночи малыши, для меня это было последним, что я видел по телевизору. Сейчас карусель, канал, детский канал. Я засиживаюсь перед телевизором по вечерам, релаксирую, так скажем. Я могу посмотреть, например, детский канал и карусель в двенадцать часов. Для кого? Я сейчас детей не могу как бы, наверное, запихать спать, потому что есть еще куча всевозможных развлечений, и двор у нас гудит. Но летом ладно, с родителями дети гуляют, можно там до десяти погулять, и даже, может быть, в одиннадцать, там светло. Но зимой, ночью, да, горка есть, освещение есть, но все равно там дети как вот собирались, так и собираются. Я сейчас к вопросу неравнодушия в правоохранительные органы. Обращался, обращался. Мне приходится говорить только одно. Сейчас будут бить друг друга. Вот тогда приезжает машина. Я пробовал различные методы воздействия. Я не записываю это, я диктофоны не включаю. Вот начинают, когда говоришь, приезжают, задержка минут десять. Когда уже бьют, говоришь, да бьют, но еще причем как по-актерски, я все-таки, я сыграю. Да вы что там, скандал ученю в телефон, тут же приезжают. Иногда не хватает актерского запала, не приезжают. Относительно актерского запала, что бы вы сказали нашим телезрителям? Среди них наверняка есть те, кто стоит в торговых точках и может быть когда-то, хоть раз в жизни, продавал алкоголь подросткам, да, и может продолжает это делать? Вернемся с Торицей. Вот здесь у нас не хватает психологов, не хватает служителей церкви, чтобы поговорить о возмездии за все поступки. И не хватает, может быть, даже нетрадиционных, так скажем, подходов, экстрасенсов, эзотериков. Да, я про другую нетрадиционность, да. Не хватает, чтобы сказать, возмездие, оно все равно придет. Причем это можно отслеживать, реально можно отслеживать по мелким каким-то делам, которые происходят у нас в жизни. То есть, грубо говоря, сегодня не сказал, завтра тебе это вернется, я не знаю, плохим настроением, плохим словом со стороны другого. Тебя кто-то, ты не остановил, когда оскорбляют другого, тебя в следующий раз оскорбят и никто рядом не остановит другого. То есть, никто не придет на помощь. Мы все равно испытываем очень сильную общественную разъединенность. То есть, мы должны консолидироваться вокруг одной задачи. Я бы хотел напомнить об одной фразе, ее сказал очень умный человек, «зри в корень». А мудрые в этом вопросе пытаются разобраться. Так вот, молодежь гуляет ночами, вечерами. Почему? Потому что это физиологическая потребность. С какой стороны мы это посмотрим? Потому что человек не учился, не делал уроки, видимо, до обеда спал, не занимался спортом. Вечером что ему делать? Он не хочет спать, ему хочется двигаться, он, естественно, бежит на улицу, что-то будет делать. Найдет друзей, кого-то позовет, вызовет и чем-то начнет заниматься. То есть, если мы начнем следить за тем, чтобы человек учился, человек пошел на секцию, пошел заниматься квеном, пошел заниматься спортом, пошел в какую-то секцию здорового досуга. То есть, у него был здоровый досуг. И потом после этого пришел, еще сделал уроки и потом сказал, все, я не могу, я ложусь спать. Все. Он уже даже не будет такой альтернативы, идти гулять куда-то вечером, он скажет, нет. Ему позвонят друзья, и позвонит там 15 друзей, скажет, пойдем гулять, у нас там такое. Он говорит, я не могу, я засыпаю. Так вот, я хотел бы сказать, что здоровая альтернатива – это единственная вещь, которая вытащит, затащит в эти рамки. То есть, мы пытаемся контролировать, да, но контролировать этим законом нужно какие-то вот такие молекулы, которые выбились из стаи. То есть, электроны какие-то, исключения. То есть, это все вот в рамках только вот этих вот молекул удержать. А все остальное должно быть в рамках вот нашего общества – учителя, тренеры, педагоги, вот КВН, все, все, все. Церковь, спорт, церковь в том числе. То есть, у нас должно быть объединение общих усилий на то, чтобы молодежь была вот занята. Занята, да. Ольга Владимировна, вот у меня все-таки еще один короткий вопрос к вам. Вот про здоровую альтернативу сейчас говорили. На самом деле, понятие как бы такое понятное, интересное. И в глубине души-то я как раз сторонник и здорового образа жизни. Я к вам хочу, вам хочу задать вопрос, поскольку знаю, что вы достаточно активно своими детьми спортом занимаетесь. Можете ли вы себе представить, что кто-то из ваших детишек в будущем может вот быть той молекулой, которая может отсоединиться вот от общего, от общего как бы числа вот тех, кто занимается этим здоровым образом жизни и, собственно говоря, быть нарушителем нашего закона? Ну, конечно, мне хотелось верить, что нет. Я думаю, что мы сейчас должны говорить как раз не о тех семьях, у которых такие правила есть, и не о тех случайных детях, которые случайным образом вечером оказались, ну, добираясь вдруг с дня рождения, ну да, или с тренировки, или с дня рождения друга, в ситуации экстренной, да. Мы скорее говорим о том, где в семье такие правила не установлены. И вот здесь очень важно два момента, как мне кажется. Первое – это информационное сопровождение реализации закона. В процессе мониторинга закона, который мы проводили, было это выявлено как одно из очень важных направлений, что действительно должны в тех заведениях, где пребывание детей запрещено, должны быть большие плакаты о том, что пребывание детей здесь запрещено после 10 вечера. Ну, и какие-то другие, например, в том числе и наша программа, я думаю, этому способствует. Безусловно, мне очень понравилось на одном из заседаний молодежного парламента мы пришли к чему? Я говорю, ребят, что для вас исполнение закона? И практически единогласно все ответили, да, мы бы его исполняли в большей степени, если бы мы чувствовали неотвратимость наказания. И вот здесь тоже такая момента, он и для молодежной среды актуален, мне кажется, и для тех родителей, которые выстраивают определенные отношения со своими детьми. Я вот не согласна, что штрафов не должно быть. Я считаю, что в некоторых семьях, когда родитель неоднократно за ребенка заплатит штраф, пусть это будет 500 рублей, потом 1000 рублей, а в семейном бюджете в среднем, например, 15 тысяч рублей на семью, я думаю, родители организуют так, чтобы его ребенок после 10 часов был дома. И мне кажется, это тоже механизм соблюдения закона, если родители будут понимать, первое, что ему нельзя делать, и второе, что будет в том случае, если он это сделает. В рамках мониторинга, какая работа была проделана Миньюстом, что выявили, каким выводом пришли? Я подержу микрофон. Да, действительно, в рамках своей компетенции Миньюст проводил правовую антикоррупционную экспертизу на данный закон, нарушение федерального законодательства не выявлялось, коррупционные нормы также отсутствовали. Помимо этого, участвовали в рабочих группах с выездными мероприятиями в городе Сарове, тоже очень понравилось, работа организована, все муниципальные акты в Сарове, как и в других муниципалитетах, как положено, приняты. А еще хочу сказать в дополнение, помимо, не то, что мы, я юрист, и работаю в Министерстве юстиции, провожу экспертизы, а как в первую очередь мама, поскольку мы обсуждаем данный закон сегодня, и также имею своего ребенка, уже сказали молодежь, что нужно детей, может быть, сильно загружать. Я не совсем согласна с данным изречением, поскольку дети тоже имеют право, устают. Мы, взрослые, устаем, ребенок устает гораздо больше. А вот хочется поговорить с родителями о том, чтобы каждый родитель побольше внимания уделил. Вот Галина Юрьевна в начале передачи сказала, что я не стала волноваться, я телевизор посмотрела. А может быть, хотя бы лишние 15 минут поиграла с ребенком, поговорила с ребенком. Иногда включаешь вечером телевизор, все тот же, когда отвлекаешься, как Галина Юрьевна, да. И в 10 часов вечера заставка. А ваши дети дома? Так может быть, на каждом местном телеканале, и потом на общероссийском телеканале будет заставка. А ваши дети дома? Побольше вот таких социальных роликов. Да, да, да. Социальных роликов, плакатах в городе. То есть, а ваши дети дома? А вы? Проследили своим ребенком. Позвоните своим детям. Не только позвоните своим родителям, позвоните своим детям. Мне самому очень как-то радостно на душе, что мы все-таки решились на такую программу. И правильно вот Ольга Владимировна отмечала о том, что в ходе практически всех наших выездов говорили о том, что информационного сопровождения тем и этой, и похожих тем, не менее важных и нужных для обсуждения, не хватает информационного поля. Не слышно, не видно ни на улице, ни по телевидению. И как раз вот наша программа, это в том числе плод нашего общего совместного решения о том, что такой продукт просто обязан быть. И идея с одной стороны сложная, но с другой стороны очень понятная. Мы же как депутаты, в том числе в первую очередь, мы принимаем законы новые и смотрим, как реализуются те законы, которые мы уже приняли. И наша программа может быть как раз тем барометром, который будет измерять температуру того или иного закона. Поэтому все, что мы предлагаем в нашем пилотном проекте, это новые, важные, социально значимые законы, которые будут обсуждаться и выноситься на ЗАГС собрания, пропускать вот через такое общение, через такой круглый стол. Потом по итогам встречи все равно какой-то документ будет подготовлен. Через такую беседу, через такое участие неравнодушных людей. Здесь правильно отметили многие о том, что главное не титулы, не звания, не должности, не погоны. Главное, что здесь сидят неравнодушные люди. Здорово, что компания ННТВ поддержала наше желание. Ну и думаем, что первый блин не был комом. Спасибо. Надеемся, ура. Ну, собственно, в конце хотелось еще раз напомнить нашим телезрителям, кто смотрел нашу программу. Родителям, в первую очередь, хотелось бы пожелать, чтобы они вспомнили о своих детях. Ну, а дети, чтобы бесцельно свою жизнь не прожигали, вспомнили об уважении к старшим. Ну и, собственно, вспомните, что есть такое понятие любовь, да. Будьте внимательны к близким и, собственно, любите друг друга, наверное, самое главное. Да, тогда не будет никаких преступлений. Да, но если мы в этом чуть-чуть вам помогли, то это здорово. Вы смотрели ток-шоу «Вызовы жизни». Увидимся с вами через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова